Всем привет, друзья! Мы решили сегодня снять для вас маленькое видео. Что же произойдет 18 апреля? Да, в 19 часов в Сколково, в Московской школе управления. На презентации программы Стартап Академия. Лично я буду отстаивать одну точку зрения. Я считаю, что человек может и должен строить карьеру в корпорации. Вообще наша ментальность российская, она больше работать с кем-то, иметь некую цель, чтобы было направление движения. Ведь когда ты находишься один сам собой, тебе всегда достаточно трудно начинать выбирать и нести ответственность за свой выбор. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, работать на кого-то или на самого себя, я бы здесь скорее поспорил. Потому что ты даже работая на кого-то, все равно ты работаешь на сам себя. С точки зрения твоей карьеры, с точки зрения твоего бренда, с точки зрения твоих показателей на рынке труда и так далее. Вообще, на мой взгляд, это генезис. В принципе, люди в основном опасаются, когда хотят выйти из этого, условно, как все называют корпоративное рабство, страх неопределенности и потери денег. Стабильный доход, который корпорация платит нам, покупая наши жопы часы. А с одной стороны, его гарантируют, с другой стороны, лишаясь наших определенных свобод. В моем понимании, нужно осознать прежде всего свое дело, свой бизнес. Понять в будущем моменте, в области ты эксперт. Понять, как это капитализировать. Опять же, с точки зрения конъюнктуры и своего момента, это выгоднее продать за контракт по найму. Или, может быть, уже пора выйти и сделать свой бизнес. А может быть, вообще не надо никуда выходить. Может быть, можно совместить. Я все-таки считаю, что здесь главнее найти свое предназначение. Знаете эту знаменитую фразу, если ты найдешь свое предназначение и дело, которое ты любишь, ты не будешь работать в ни одного момента. Спросите любого добившегося успеха, выдающийся генеральный директор. А когда вы устаете, что вы делаете? Я не устаю, я оживу этой жизнью, это моя работа. И многие топ-менеджеры, с которыми мы разговаривали, которые здесь у нас были на кампусе, они тоже говорили, что это их жизнь. Поэтому я считаю, что если вы найдете свое предназначение в карьере, то вы сможете принести гораздо больше пользы от эффекта масштаба. Сложно спорить с очевидным. Всю жизнь мы разбираемся со своим предназначением. Сначала это гипотеза, когда мы только начинаем делать первые шаги в карьере. Потом эти гипотезы подтверждаются, опровергаются. На мой взгляд, здесь очевидно, что в принципе нужно реализовывать свое предназначение. Также предпринимательство – это определенный стиль жизни. Ты либо предприниматель, либо сдох. Работая даже на кого-то, ты в принципе либо относишься к этому, как прийти за зарплатой, либо пришел решать проблем. И это принципиальное изменение в мышлении позволяет и зарабатывать гораздо больше, чем людям, которые даже корпоративную карьеру строят. Если все-таки разъединить вот эти базовые вещи, в которых мы, скорее всего, сходимся. Я считаю, что прежде всего нужно изменить личную ментальность собственную с точки зрения предпринимательства как базового выбора и работы на самого себя. А потом можно дальше выбирать для себя фор. Карьера – это не что-то узурпированное корпорации. Карьера – это вся жизнь. Это твой путь, твоя лестница. Она не зависит от того, на кого ты работаешь. Еще раз утверждаю, что ты прежде всего работаешь на самого себя. Могу лишь сказать следующее, что когда мы зачастую начинаем мерить доходами, не всегда получается, что карьера выглядит выгоднее. Но, с другой стороны, не было бы тех людей, которые работают в горячих точках. Они явно там не зарабатывают миллиарды или миллионы. А не было бы людей, которые беззаветно любят свою профессию. Это воспитатели, учителя, врачи. Это самые высокооплаченные, но которые реализуют себя в этом. И здесь главное не впасть в ситуацию, что если ты вдруг не предприниматель, то все, ты как бы человек, который не состоялся. Нет. Это прекрасно делать свою карьеру, прекрасно быть профессионалом. Да, сегодня финанс имеет огромную роль. Безусловно, будучи предпринимателем, финансовые горизонты безоблачные. Но вспомните, сколько компаний разорилось, сколько людей потеряли абсолютно деньги. Я не говорю о том, что не надо пробовать. В своей карьере мы тоже пробуем, куда, где-то нам удается расти, где-то не удается. От внешних и внутренних факторов многое зависит. Но я считаю, что если целенаправленно заниматься развитием карьеры, уметь правильно выстраивать отношения вне и внутри компании, если, будучи руководителем, правильно понимать свою роль как руководителя и как подчиненного с точки зрения действия акционеров, проводника за горизонты тоже бесконечно. Ну, тут вопрос не в деньгах, на мой взгляд, в принципе. Деньги – это лишь мерило этого материального мира, конъюнктурность. Для того, чтобы достаток себе заработать, то есть то, сколько тебе достаточно для жизни, не обязательно говорить о каких-то миллиардах, дохрели нелямках денег. Учителя и врачи сегодня имеют возможность гораздо больше зарабатывать, чем они зарабатывали 10, 15, 20 лет назад. Та профессия, которая была долгое время государством дисконтирована, на сегодняшний день даже в государственных школах достаточно серьезно начинает оплачиваться. Просто потому, что общество начинает меняться, появляются ценности. В принципе, учитель, опять же, того же самого врача, как профессия. Поэтому не в деньгах это вообще, именно в деле, который человек выбрал для себя, собственно. Сложность заключается в другом, что если вы делаете свою работу или свое дело, например, как в известном фильме «Мечтить зыру о суши», когда человек 50 лет лепит рисовые шарики и испытывает этого колоссальное осложнение, но вы наоборот несчастливы. Здесь вопрос не в том, что надо сразу бежать и искать выходы в предпринимательстве. Возможно, стоит посмотреть, а тем ли вы занимаетесь, как ли вы правильно используете то, что вас наделило природу. Я уже понимаю, о чем мы начнем спор. Мы, естественно, начнем спор с понятий. Потому что самое сложное – это договориться в том, что мы одинаково трактуем те или иные понятия. С точки зрения ценностных вещей, я уверен, что это будет хэппи-энд. Короче, если вы выберете альтернативу вашему обычному вечеру и придете на кампус Сколково 18-го числа в 19-ю минуту, то у вас точно будет возможность по всем правилам драматургии наблюдать. С одной стороны, экшен, может быть, триллер… Развитие конфликты. Да, но хэппи-энд мы вам гарантируем. Причем это будет театр нового поколения, когда зрители будут вам… Да, у вас будет возможность в этом активно поучаствовать, выбирая в динамике позицию кого-то из нас, а может быть, даже противопоставляя нам вообще какую-то третью позицию. И мы гарантируем, что мы вам дадим слово высказать за каждое из вас мнение каждого из вас. Сто процентов, да. Сто процентов, да. Ну и в конечном счете у вас будет возможность получить личную консультацию в этот день, в этот вечер по вашей конкретной жизненной ситуации. А самое главное, вы посмотрите на те возможности, которые открываются, просто находясь в этом здании. Потому что каждый из нас имеет к этому отношение. Нам будет очень приятно этот вечер провести вместе с вами. До встречи 18 апреля. Да? В 19.00. В 19.00. Да, пока. Пока, счастливо. Субтитры подогнал «Симон»